Здравствуйте, дорогие друзья! В студии прямого эфира телеканала «Союз» программа «Есть что сказать». В 2012 году вышла в свет книга «За други своя», посвященная памяти погибших воинов, афганцев и чеченцев, то есть участников войны в Афганистане, операции на Северном Кавказе, которые жили ранее в городе Северо-Уральске. У нас в гостях ее автор Виктор Ильин, ветеран боевых действий в Афганистане, воин-десантник. Здравствуйте, Виктор! Здравствуйте! Виктор, первый вопрос. Почему взялись за эту книгу? Ну, изначально, наверное, я взялся не за книгу, изначально я взялся за памятники. Мы с нашими друзьями, с моими друзьями, афганцами, чеченцами города Северо-Уральска решили, значит, чтобы восторженствовала справедливость. У нас был разрушенный памятник афганцам, где только были одни афганцы. Строился он в 1986 году. И мы решили, и вандалы, значит, там совершили акт вандализма, бросали плиты, оторвали. И я сказал, что либо сносить его на, либо его конструировать. Это ведь при том, что матери погибших живут вот здесь же и видят все это? Вот дом рядышком, 20 метров отец погибшего до сих пор в Афганистане, и вот это прямо у него на лице, 20 метров через улицу. Страшная ситуация. И как вы из него выходите? И мы решили восстановить памятник, и к тому же времени у нас был Герой России Дмитрий Шиктаев, и, значит, увековечить его память, потому что была только одна мемориальная доска на школе. Вот мы за это дело взялись. Уверенности не было никакой, было просто огромное желание. А мы это кто? Это какая-то ветеранская организация? Да, это даже не ветеранская организация, просто мы, ветераны боевых действий, не обобщенные еще тогда ни в какую организацию, мы назывались инициативная группа. Вот и все. В общем, вам было больше всех надо. Так получается, наверное, да. Мы воевали, мы, значит, должны памятники ставить. Я так понимал политику тогдашней нашей администрации города. И эти памятники практически тогда делались вопреки нашей администрации, как и в многих других, наверное, городах. И он был сделан достойно, значит, я считаю, что один из лучших памятников в Свердловской области, наверное. И герои России сейчас с нас копируют, значит, хотят поставить в некоторых местах еще героям России по аналогу. Но мы шли, у нас не было ни копейки с душой, было огромное желание. А потом начались чудеса. Что откуда бралось, я сам даже не помню. И погода, и люди какие-то появлялись, и деньги появлялись. И я уже как бы даже не забивал голову, где взять. Я знал, что это будет. И дать Божья благодать. Мы чувствовали, что вот эти парни, они нам помогали с того света делать этот памятник. Поэтому делалось очень легко. С одной стороны, сложно, потому что очень сложный проект, безденежный причем. Но мы это сделали с помощью их, этих ребят, собственно говоря. Мы чувствовали их помощь. А потом уже, как следствие книга... Потом очень много было происходило всяких, значит, странных ситуаций, которые в мирной жизни не встречаются. В простой бытовой, понимаете, вот эти вещи. Когда шел везде ливень, нам надо было солнце, потому что бригада работала с Башкирией. Но только возле нас было солнце, понимаете, да. Вот на двух памятниках я еду на колью, ливень идет, и там солнце. Вот два пяточка солнца. Все как по заказу было. Это просто... Мы чувствовали это, понимаете. Поэтому были силы, и все появлялось, и все появилось. Я... Вот сейчас такие проекты есть, я даже не заморачиваюсь по этому поводу. Где я возьму, да. Вот сейчас мы строим часовню в городе Север-Уральске. Тоже ветераны боевых действий. Подождите, пожалуйста, мы покажем часовню. Боевых действий, ветераны боевых действий строят часовню. Совместно с нашими детьми, всем городом. Значит, ну непосредственно бригада, строители, это афганцы и чеченцы наши. Вот все лето, мы с мая месяца уже возвели вот такую часовню. Осталось, значит, нам здесь окна и облагородить территорию. Я думаю, что следующим летом мы доделаем. Сейчас мы ее поставили на консервацию, чтобы она села. Ну и кончились деньги маленькие. Будем собирать, значит, всего бюджет, вот то, что мы можем сделать, делали всего лишь миллион, хотя если бы делали по сметам и всем остальным, это было бы минимум четыре уже, да? Будем собирать средства и продолжать эту работу. По рассредству мы можем и сейчас к зрителям обратиться. Наверняка много тех, кто тоже прошли Чечню и Афганистан, нас смотрят и поучаствовать в этом деле будут рады всем. Да, можно брать по исковике благотворительный фонд «Мы нужны детям», президентом которого я являюсь, город Североуральск. Там есть вся информация по часовню, наши реквизиты. Мы, конечно, были бы рады, чтобы нам всем миром также помогли достроить часовня святого Георгия Победоносца. Все логично. Его признают все религии, собственно говоря. А началось это, я кратко скажу, у нас на площади, где мы исправляем Новый год, танцуем, там кладбище было. Это 1932-1938 год, понимаете, да? Ой-ой-ой, как это похоже на Екатеринбург. И вот на этом месте, мы даже когда возводили часовню, там были кости на этом месте, понимаете? Сейчас все это забыто, а есть люди, которые до сих пор еще живы, и у них там родственники захоронены. А мы вот не чтим память этих родственников. И как бы вот у нас не очень хорошо все в городе. Два мэра умерли, да, один под уголовным делом. Я думаю, что это вот с этим связано. Нельзя танцевать там, где лежат люди, да? Еще родственники живы, собственно говоря. Вот мы эту часовню ставим. Я не знаю, в курсе вы или нет, но в Екатеринбурге та же самая ситуация. Та же самая. Площадь пятого года – это место захоронения почетных граждан Екатеринбурга. Вот я надеюсь, что мы когда ее построим, и в городе начнется тоже изменение. Да, да, вот на этом я надеюсь. Дай бог, книги все-таки, а то у нас пять минут осталось. А вот хотелось бы, меня очень зацепило то, что вы пишете. Мог писать только минут по двадцать. Слишком было тяжело. Да, очень. Я не ожидал даже. Я думаю, ну что там, в принципе, я все помню, все знаю. Только документировать факты. Но пришлось с каждым пройти его путь, понимаете? О скольких ребятах вы здесь рассказывали? Пятнадцать человек. Пятнадцать человек. Восемь афганцев, пятнадцать чеченцев. Долго собиралась информация. Присылали со всех краев Советского Союза, бывшего мне, сослуживцы. И когда подробно писал, как он погиб, поверьте, я был рядом. Поэтому тяжело было. Даже и сейчас говорить тяжело на эту тему. Ну и вам, наверное, еще с родителями приходилось общаться погибших, да? Да, конечно, конечно. И с родителями приходилось общаться, и они все это рассказывали очень эмоционально. Очень тяжело было. Вот я сейчас задам глупый, наивный вопрос, но мне очень важен ответ. Вот зачем нужны такие книги? Зачем нужны памятники? Очень важно, чтобы вы сформулировали вот мне. Памятники нужны для того, человек умирает дважды. Одна девочка сказала в школе Покровска, у нас поселок Покровск, там есть один погибший наш парень. И она, когда мы были на годовщине, она сказала, человек умирает дважды. Первый раз физически, а второй, когда его забывают. Поэтому для этого, точнее не скажешь просто, понимаете, чтобы они второй раз не погибли, не умерли, да? Для этого нужны памятники и книги. Ну это, получается, им надо, а нам? Нам тоже нужно это, понимаете. Потому что если мы не будем помнить своих парней, друзей, родственников, которые отдали жизнь за нас, то грош нам цена и всей нашей нации, собственно. Надо помнить об этих ребятах, что они в 20 лет положили за нас, именно за нас. Здесь есть в частности история, вы уже упоминали имя Дмитрия Шиктаева. Да, герой России Дмитрий Шиктаев, который остался прикрывать раненого командира добровольно. Командир сказал всем отойти. Он был снайпером и он остался с ним, это 2000 год, Чечня, вторая компания начала, 22-я бригада спецназа, Азбестовская. И что его подвигло, никто не знает, но он остался с ним прикрывать и погибли обои. Капитан Чуркин и Дмитрий Шиктаев. Ну это, собственно, вот и есть, нет больше любви. Они попали в засаду, как только выпрыгнули, сразу с гранатомета оторвало ноги капитану. И он приказал всем отходить, всей группе. И Дима остался с ним добровольно, хотя мог бы тоже уйти, наверное. Насколько я понимаю, вы поддерживаете семью Дмитрия, общаетесь с ним? Да, мы с ними уже, я бы сказал, даже не подружились, а сроднились с этими людьми. Постоянно все праздники вместе, тем более гибель Дмитрия совпала с моим день рождением, 22 февраля. Я родился, а он погиб. Вот такие вот стечения обстоятельств интересные. И 22 числа у нас всегда начинается в школе. Мы, честно говоря, не празднуем, а отмечаем день гибели. Потом я уже свой день рождения иногда, когда удается, уже отмечаю. Сегодня, благодаря режиссеру-документалисту Ирине Мороз, которая всегда очень выручает нас в таких вопросах, мы можем увидеть и проводы Дмитрия Шектаева, и клип. Я могу добавить, это Бог нас тоже свел из Сыриной Мороз, из Коринека Регосьян. И с Евгением Бунтовым, которым я почти что жил в одной землянке в соседних, но встретились мы только здесь, в Екатеринбурге. Потому что батальон был разбросан по высотам в Парширском ущелье. И командир взвода другого не видел, только по позовным, понимаете. И мы встретились вот буквально в 10-м году. То есть вы воевали фактически бок о бок, а познакомились уже здесь в мирной войне? Я старшина 5-й роты, 4-й роты, точнее, он в 5-й роте солдатом, понимаете. Мы с его командиром в одной землянке жили. Он сидел на 12-м посту, вернее, на 14-м посту 5-й роты. Мои до 12-го были, с 12-го четные, это было уже 5-й роты. И вот встретились только здесь через много-много лет, и узнали, что мы в одном батальоне служили. Ну, это, значит, судьба, я считаю. Вот эти все вещи, они как раз свели нас всех вместе здесь. Ирина Мороз и Евгения Монтова. Виктор, я вас благодарю за ваш рассказ. Думаю, больше говорить ничего не понадобится после того видео, которое вы сейчас, дорогие друзья, посмотрите вместе с нами. Первые кадры — это проводы Дмитрия Шиктаева в армию, на войну. А второе — это видеоклип на песню в исполнении Евгения Бунтова, посвященную подвигу этого молодого человека. Первые два раза, говорит, два прыжка было страшновато, говорит. А потом, говорит, как-то это в процессе вроде все нормально. Понравилось летом ему очень прыгать, говорит. Чуть-то даже старушка там ягоды собирала, говорит, что ли рассказывает. А я лечу, говорит, сверху, кричу, уходи. Она не поймет, ой, ой, где сверху, говорит, раскочила в сторону. Указом президента Российской Федерации от 26 июля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, младшему сержанту Шиктаеву Дмитрию Александровичу присвоить звание Героя Российской Федерации по смерти. Есть воинский долг Без речей и парадов, Пусть тысячи жизней Сольются рекой В пути боевом Легендарной бригады Есть лица и судьбы Отдельной строкой Когда над страной Смрад террора витает Солдатам спецназа Хватает забот Хорошим был снайпером Дмитрий Шиктаев Шел месяц февраль Двухтысячный год Не вправе забыть, Чтоб присягу давали Пощады Узлобной войны не прося И небо кавказское Лопасти рвали Приказом разведку Варкун унося А скалы им в спины Проклятия шептали И словно дрожал От предчувствия борт Ждала их засада И Дмитрий Шиктаев Вдвоем с командиром Прикрыли отход Шарахался враг По расщелинам узким Кончался быка Словно козырь в игре И взмыла душа Над ущельем Аргунским И памятник в улице На школьном дворе Судьбою напрасны Солдатские споры Но смерть не напрасна За други своя И помнят героев Кавказские горы И помнят героя Поселок Колья Но помнят героев Уральские горы И помнят героя Поселок Колья Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok